Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградерству и винодели. Зовут меня Светлана. Виноградом мы занимаемся более 10 лет. Наша коллекция более 250 сортов гибридных форм. И нам есть чем с вами поделиться. Итак, сегодня мы с вами занимаемся посадкой саженцев винограда. У меня в руках саженец спящий. Сроки посадки таких саженцев нереально широки. Пока не замерзла земля, их можно высаживать. Это может быть осень, пока не замерзнет земля. И весной, как только она оттает, можно заниматься посадкой. Первое, что нам надо сделать с таким саженцем, это обрезать ему корни. Смотрите, здесь корни очень длинные и такие ему не нужны. Верхняя часть небольшая и, в принципе, когда мы подрезаем корни, мы стимулируем ветвление. Мы стимулируем лучшее развитие этой самой корневой. Поэтому вот взяли примерно с ладошку. Чуть-чуть можно больше. И все, вот это обрезали. Не боимся. В некоторых случаях корни могут обрезать вообще чуть ли не на пару сантиметров, когда высаживают подвор. Поэтому не бойтесь вот такой обрезки. Еще вопрос, нужно ли вымачивать такие саженцы. Смотрите, наши саженцы хранились в подвале в нормальных условиях. Поэтому вымачивать их не нужно. Если, допустим, вы берете саженцы и видите, что они могли подсохнуть, они были упакованы в какой-то субстрат, он практически сухой, в таком случае можно вымочить. Если там все было нормально, если вы также хранили во влажном песке, во влажных опилках, в чем-то таком, допустим, зиму, то в вымачке необходимости нет. Глубина посадки. Вопрос довольно спорный, но вы всегда должны учитывать особенность вашего региона. Я сейчас не просто так показываю эту яму. Обратите внимание, высота плодородного слоя. Она примерно сантиметров 25. Здесь когда-то росли деревья. И опять же, обратите внимание, где пеньки у нас? Они не там, не в длине, не глубоко, не на 70 сантиметров, не на 50. Вот. Они находятся в плодородном слое. Там, где сыто и там, где тепло. И плодородный слой в наших условиях, опять же, образуется зачастую вот именно такой высоты, потому что там могут идти нормальные почвенные процессы. Все, дальше холодно, дальше жизни особо нет. И поэтому в наших условиях, конкретно в Беларуси, заглублять саженец винограда нет никакого смысла. Глубина посадки может несколько варьировать от типа почв. На более легких почвах, песках, можно высаживать примерно на глубину сантиметров 30. На более тяжелых, там суглинка, глинах 25. А в некоторых случаях, может быть, даже и еще чуть выше. Здесь у нас подготовленная яма. Итак, смотрите, делаем такой небольшой холмик. Сама яма. Примерно на высоте 25-30 сантиметров. Уже не будем вдаваться в каждый сантиметр. Самое-самое важное при посадке – это снять бирку. Что особенно если она попадает под землю, будет перетяжка и саженец будет плохо расти. Подрезаем корни. Я вам уже это показывала. Ставим саженец на холмик. Корешки расправляем во все стороны. И присыпаем земной. И смотрите, еще момент. Вот сейчас почки, молодой прирост, он вровен с землей. Лучше при посадке немножко такой саженец наклонить. Вот так, чтобы пару почечек оказалось под поверхностью земли. Немножко землю уплотнили. Правда, без фанатизма. Поливаем. Сколько лезть воды в зависимости от состояния вашей почвы. Для кого-то это может быть пол ведра, исключительно, чтобы земелька уплотнилась, да, и улеглась возле корней. Если почва сухая, то это может быть и два ведра. Ну, по обстоятельствам. Вода впиталась и уже закапываем саженец больше. Саженец высажен. Чуть-чуть потом, может, еще земелька осядет и уже к осени подсыплем вообще вроде. Такие саженцы ничем накрывать не нужно, адаптировать не нужно. Ничего не нужно. Обрезать, кстати, верхнюю часть тоже не обязательно. А потом, когда начнут распускаться почки, просто пронормировать, сделать проломку зеленых побегов. Все. Больше никаких дополнительных действий не требуется. Единственный момент, если, например, вот как сейчас весной мы высадили, да, уже на таком саженце начинают раскрываться почки, и мы понимаем, что может быть опасность заморозка, небольшой курганчик вокруг. Насыпали, да, и все. Потом раскопаете, да, в принципе, потом почки через него пробьются. То есть, вот. Единственное, что можно сделать, и то, это в случае, если почки уже начали открываться. Вот, например, на этом саженце все еще прекрасно спит, поэтому ничего делать вообще не нужно. И еще один вопрос по срокам посадки. Часто спрашивают, а не поздно ли еще высаживать? Нет, не поздно. Вообще, вот такие саженцы до конца мая смело можно садить. Они сразу же пускаются в рост, даже если их до конца мая смогли сдержать в спящем состоянии. Никаких проблем с ними не будет. Почему-то вегетирующие саженцы, которые вот из, ну, только пророщены из черенков, да, конец мая считается высаживать нормальным. При этом они еще недели две-три будут тупить, потом только пойдут в рост такие, идут в рост сразу. Поэтому, ну, конца мая смело можно все это высаживать. А на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление каталога будет осенью, а также наши контакты. И до новых встреч!